Я хочу предоставить слово Юрию Синокосову, который все-таки на 10-15 минут поднялся, чтобы что-то сказать важное, как он считает. Я только хочу сказать, мы ведь отмечали весь год наши 20 лет, и вот Юра вместе с другими авторами сделала эту книжку, которую вы видите. Это как бы наши основные размышления, которые случились с нами за 20 лет, и разумея, о котором, я думаю, Юра расскажет, к чему мы пришли, практикуя то, что мы практикуем. От жизни такой. От жизни такой, да. Спасибо, Лена. Я извиняюсь, что я вот в назначенное время не вышел на сюда, действительно простудился, но вот минут на 10 я жив. Я сейчас подумал, что на самом деле даже может быть хорошо, что я не стал делать длинный доклад. Надеюсь, что у нас все впереди. В июле уже сделаю полуторачасовое сообщение. А сейчас просто хотел сказать, что вот с Леной я сейчас делился этим, что ну вот мы все вроде перепробовали, как говорят, душ там только еще не пробовали. Революции были, воспитание историй пушкинское было, реформы были, а вот и ныне там. Поэтому я бы так сформулировал суть своего будущего выступления на юльском семинаре. Пора начинать движение за гражданское просвещение и образование. Российское движение. Раз появился Народный фронт, я думаю, нам имеет смысл заняться тоже движением. Но перед этим я хотел вернуться к тому, что сказала Лена. Действительно, 20 лет прошли, проскочили просто неожиданно и незаметно. Но я очень хорошо помню начало. И когда мы стали делать книжку, эту года полтора назад, думать, я разыскал пленки наших первых семинаров, когда мы еще не были школой. Мы не были зарегистрированы. Очевидно, вы уже читали на сайте об этом. Но я просто повторюсь, если кто не знает. Мы не были школой. Мы просто тогда думали, чем заняться во время перестройки, полезным. Вначале хотели заниматься изданием художественного журнала, потому что среди наших друзей было много художников, музыкантов. Потом поняли, что это не для нас. И решили заняться созданием семинаров, организацией семинаров. И первые два семинара до регистрации нас в качестве школы, уже юридически, мы провели один в Лондоне. Это было в 1990 году, в декабре месяце. И на этот семинар должны были приехать Мират Маммардашвили, знаменитый, известный философ. Я не хочу сказать, грузинский или русский, потому что философы национальными не бывают. Они бывают универсальными. Вот наш друг близкий Мират был таким мыслительным философом, удивительным человеком. И Александр Мень, священник, я в какой-то момент их познакомил и был потрясен, как они общались в течение дня. И в этот момент я лично проживал историческое время встречи богословов и философов, потому что обычно известно из истории, что богословы и философы, они оспаривали пальму первенства. Но вот на моих глазах, на глазах Лены, происходило это событие за столом, за тремя бутылками вина. Они сели в 10 часов утра, и завершился разговор где-то в 11 вечера на юге, в Лидзаве. На этот семинар приехали тогда Андрей Смирнов, кинорежиссер известный, Лёва Анинский и другие. Семинар проходил в Лондонском университете. А следующий семинар был буквально за 4 месяца до регистрации. Он проходил в Швейцарии, в деревушке Ко. Это небольшое селение над Монтрею, там, где отель знаменитый, в котором жил Набоков последние 10 лет, 15. И в этом Монтрею, в этом отеле, отель Ко, англичане в 1946 году организовали фантастическую вещь. Они организовали движение за моральное перевооружение. Они решили, что Германия, которая потерпела поражение, была разгромлена, вернее, правильнее сказать. Народ немцы, они ведь, ну, кто их, все ненавидели. Англичане особенно. Еще за Первую мировую войну, когда погибло около 750 тысяч лучшей части нации английской. Французы, не говоря уже тоже об остальных. И англичане, тем не менее, решили начать это движение за моральное перевооружение, то есть организовывать встречи европейцев с немцами и говорить, обсуждать, какой будет Европа послевоенной. Каким образом состоится примирение, каким образом уйдет ненависть к немцам. Это было в общем контексте движения, не движения, а вот это реализация плана маршала. Вот так поднималась Европа. И я в этой же связи замечу, что Россия тоже была приглашена участвовать в плане маршала. Об этом написал Сталину Жан Моне. Он рассказывает об этом в своих воспоминаниях. Мы их издали, эти воспоминания. Вы можете прочитать потрясающие воспоминания. Жан Моне, архитектор Европейского Союза, который начал свою миссию по созданию Европейского Союза 18 лет, будучи 18-летним юношей. Он послал письмо с предложением. Сталин две недели думал, но потом решил, что не стоит. Ну, я думаю, по простой причине. Потому что ведь Россия, Советский Союз победил в войне фашизм. Это была отечественная война и война, победа над фашизмом. Это была тоже диктатура. Диктатура, которая уничтожила миллионы людей, своих сограждан. Сталин, которые исповедовали другую идеологию, классовую. Там российскую, а здесь классовую. Поэтому они стоили друг друга. Но вот так получилось, что мы решили, вернее, Сталин и руководство тогдашнего, видимо, поверили, что Советский Союз будет продолжать продвигать идеи коммунизма в мире. Ну, чем это все кончилось, теперь мы хорошо знаем. Вы тоже свидетели этого. Но вот, тем не менее, я повторяю в истории. Такие вещи случаются. Но тоже в этой связи можно задать вопрос, история учит или не учит. И в этой же связи я хочу сказать, что вот Мираб Мамбардашвили, который стоял фактически у истоков нашей школы, мы с ним об этом много говорили, он в 86-м году прочитал курс лекций в Тбилисском университете. Я издал это под названием «Эстетика мышления», где он, в частности, написал, вот я хочу процитировать буквально две фразы, потому что это имеет прямое отношение, в том числе и к вам, сидящим в этом зале. Он здесь написал следующее. Вернее, он говорил это на своих лекциях, потом это было опубликовано. Есть какие-то вещи, которые случаются в определенное время или под определенным знаком времени. Например, мы ясно ощущаем, что наше общество, это 86-й год, судорожно хочет развиваться, но не может. Что? Нет способности понять, и поэтому общество хочет развиваться и не может. Почему? Понимаете? Мы живем и формируемся по биологическим законам. И в соответствии с их порядком, уже на стадии развития ребенка, есть определенная последовательность. Нечто, какая-то наша способность должна развиваться именно в период, скажем, с трех до шести лет. И если этого не случилось в то время, потом, даже применяя мощное средство воспитания, сделать уже нельзя. Вот эта опасность стоит и перед нами. У нас тоже свой знак времени. И если мы сделаем, то мы будем поколением, которое не пройдет, то есть после которого начнется что-то другое, другой мир. Ну, я уже сказал, что мы в России перепробовали все. Но вот, тем не менее, и это поколение, которому принадлежал Мераб, оно тоже как бы не прошло, хотя шестидесятники сделали очень много для того, чтобы случилось то, что случилось, то есть распался Советский Союз. Но дело не в шестидесятниках. Союз распался под тяжестью собственных накопившихся проблем. А среди них вот такие люди, как Мамбардашвили, на мой взгляд, действительно подумали очень глубоко и серьезно над тем, как все-таки преодолеть вот это нечто повторяющееся. И в этой связи я хочу вам напомнить то, о чем говорил Саша Архангельский в первый день семинара, говоря о Пушкине и говоря о том, что Пушкин заключил в свою роду союз с царем о просвещении народа, вернее, не о просвещении, а о воспитании, и написал записку об этом, записка называлась «О воспитании», отдал ее царю, где он надеялся на то, он не думал, что можно просветить людей с помощью позитивных знаний, он говорил о воспитании историей. И записка, она так и называлась, «Воспитание историей». То есть историческим, когда историческим является только то, что в результате чего извлекается опыт, который не поддается повторению, то есть исключает повторение одного и того же. Повторение чего в русской истории? Коррупции, насилия, репрессий, зла. То есть появление человеческого общества. И вот этот извлекаемый опыт, его же извлекают другие народы, европейцы извлекали, мы тоже европейцы, и мы тоже стремимся извлекать опыт. Люди учатся, учатся на ошибках в собственной жизни, на ошибках других. Мы способны извлекать опыт и учиться. Но вот власть или российская государственность, которая, начиная с Ивана Грозного, в основах которой лишал запрет, в сущности запрет, на развитие, на внутреннее культурное развитие народа, страны. И вместо этого развивалась, как бы делалась ставка на интенсификацию, на, есть этот термин, вот мы осваиваем все новые земли, скажем, осваивали целину, сейчас осваиваем природные ресурсы. То есть экстенсивная форма пути, не интенсивная, не внутреннее развитие, не вложение средств во внутреннее развитие, наше, человеческое, а вовне. и тем самым мы все время оказываемся в положении или в состоянии догоняющей, вот догоняющей экономики. Это какая-то действительно дурная повторяемость, из которой, это как колесо повторений, из которого очень трудно выскочить. И вот, когда об этом думаешь, то конечно же, встает вопрос о том, может ли нас чему-то научить историю, и если может, то каким образом, каким образом изменить вот это вечное, повторяющееся в нашей истории. и я сейчас не буду развивать дальше, потому что нужно было бы перейти к вопросам, связанным с рассказом о том, что такое человеческая мысль и каким образом она случается, потому что мысль, понятие мысли, это не одно и то же. Живая, случающаяся мысль, она непредметна, но она есть, откуда она, и каким образом она случается, это загадка, это тайна, но тем не менее она случается. И вот каким образом нам в соответствии с тем, что говорил Мамардашвили, в возрасте от 3 до 6 лет воспитывать детей, потому что именно в этом возрасте закладываются основы того, что можно назвать гражданином или умение стать гражданином, когда дети учатся разрешать конфликты, обиды преодолевать и так далее. Или уже во взрослом состоянии, как мы здесь, на этом семинаре, когда мы пытаемся действительно заниматься просвещением и учиться на уроках истории. Я сейчас об этом уже говорить не буду, у меня просто и голос после вот сел, мне просто трудно говорить, я это оставлю на июль, я просто хочу вас поблагодарить, потому что и Лена, и я мы испытали огромное удовольствие и огромную радость во время этого семинара. на самом деле для нас это выдающееся событие, подтверждающее, что просвещение возможно, что это, когда создается вот эта живая атмосфера, порождающая какое-то вот состояние единства душ и взаимопонимания, это не забывается. Поэтому спасибо и до встречи. у меня такое есть предложение, я бы хотела, во-первых, вас познакомить с теми людьми, которые делают каждый день школу. Во-первых, я хочу, здесь присутствует Вальдемар, хотите два слова? Вы хотели иметь два слова? Во-первых, это те самые фонды, можно со стулом? Он представляет фонд Джорджа Сороса, который уже 19 лет поддерживает школу, и для нас это совершенно небезразличная поддержка, потому что школа использует вот эту поддержку на то, что называется по-английски административный кост, а вообще вот деньги на налоги, на администрацию, на достаточно нормальные, но скромные зарплаты сотрудникам и на снятие наших двух комнат, в которых мы проживаем в Москве как московская школа, из которых мы плавно платим все налоги. Вот я хочу Вальдемару сказать два слова. У нас там есть переводчик? я буквально скажу два слова, не волнуйтесь те, кто не понимаете, поскольку это не слишком-то и важно. здесь здесь мы видели огромный массовый опыт, я тоже очень многому научился, хотя я был здесь всего два дня, вы здесь провели семь дней, и, конечно, поняли здесь, узнали гораздо больше. это очень важный опыт для всех нас. Кто вчера говорил о том, чтобы кто-то сказал о том, что необходимо действие сверху, чтобы измениться, но мы должны понять что-то в этой жизни, для того, чтобы играть свою роль, мы должны прекрасно понимать, что мы люди, и во время предыдущего кофе-брейка сюда. давай. Давай. Продолжение следует... 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 И что для этого надо сделать? Надо сесть за стол примерно так, как Вы сидите. Мы должны пригласить людей, знающих, разбирающихся в этих вопросах. И мы от них получим очень важную информацию. А после этого мы обсудим. И решим, что здесь можно сделать. И это, я надеюсь, это то, что вы думаете, что мы сделаем, когда вы уйдете в этом месте. Я думаю, что как раз в этом и состоит дух всех тех занятий, которые Вы проводили, с тем, чтобы после того, как Вы отсюда въедете, Вам могли все это обдумать и именно выработать вот такую патруль. Вы все, в общем-то, являетесь в определенном смысле лидерами в Ваших местах, где Вы проживаете, может быть, кто-то молодоже, кто-то постарше. Вы собрались здесь, Вы пригласили людей, Вы выслушали их, и теперь, собственно, Вы можете решить, как действовать дальше. Но начинать, конечно, надо не с тех вопросов, которые нас разделяют, а с тех, которые объединяют. И поэтому, собственно, вот этот основной вопрос, кто здесь главный, кто должен подчиняться, вот с этой точки зрения его надо решать. И могу Вам точно сказать, что я никогда не думаю, что я представляю какого-то начальника и какого-то главного лица, а Лена, конечно, не является нашим иностранным агентом. But what we are trying to do here to tell you, and what Лена is trying to do, is to bring you together, that you develop this habit of coming together on the grounds that unite you and discussing the difficult, all the difficult issues and saying, what can we do about it? What can we do about Jerusalem, if, you know, the greatest, the most difficult issue in the world, if the king of Jordan has a vision for that? I think the other issues in this country and elsewhere, I think, can be dealt with. И, собственно, я вижу, что именно вот в этом духе и Лена строит эту работу с тем, чтобы вы могли выработать именно привычку, навыки того, чтобы собираться вместе, видеть, что вас объединяет, и после этого решать уже, что мы можем сделать с тем, что нас разъединяет. То есть, своего рода, решить этот свой вопрос Иерусалима, что делать с Иерусалимом, это, наверное, самый трудный вопрос, и не случайно король Иордании в одной из последних своих встреч говорил именно об этом. So, thank you very much for your hard work over the past week, and good luck for the future. Спасибо вам большое за упорную работу в этой неделе, и удачи вам в будущем. Спасибо большое. Вот можно сюда поставить стул? Так, я бы пригласила постепенно знакомя вас с членами нашей команды. Не знаю, где сидит Света Шмелева, не вижу. Но мне очень хотелось бы, чтобы она села сюда и рассказала о том, что она делает. Это потом Саша. Вы знаете, сколько знакомств в школе видела, и сколько созданных семей? Вот они в школе встретились. На самом деле, я в этот раз хотела бы сказать несколько больше, чем говорю обычно, потому что всегда возникает понятное желание говорить в целом о какой-то особенности своего выпуска, как у меня это было. Но вот в этом году я почувствовала что-то особенное и по отношению к вашему. И мне кажется, что всегда это какой-то такой средство общества. Вообще мне очень нравится все, что сейчас происходит. И я заметила у вас две вещи, которые, мне кажется, имеют такой массовый характер. Это, во-первых, индивидуальность, то есть вы очень разные, но мне это очень симпатично. А во-вторых, у вас есть, как мне кажется, какая-то смелость, какое-то мужество. И я это качество очень ценю, потому что на самом деле, как говорит Лена, мужество пользоваться своим умом. Это и есть то, что… Это не Лена говорит, это Кант говорит. Да, Кант. Она тоже говорит. Но про школу говорит так Лена, Кант про школу так не говорил. Ты не говоришь, а я говорю. И вот я это вижу, например, мне кажется вообще, что больше всего человек проявляется здесь на сессиях, когда он не согласен. То есть мне кажется, что нельзя быть, согласиться со всеми сессиями, потому что это была бы шизофрения или там, ну, таким соглашательством, да, потому что они очень часто противоречат даже друг другу в чем-то. И мне кажется, что школа – это, собственно, вот встреча с самим собой в первую очередь. То есть человек, который попал в школу, вот когда ему нужно было туда попасть, тот человек, который с собой встречается. И вот на сессиях, где вы не согласны, там вы встречаетесь, мне кажется, больше. И вот это вот, мне кажется, очень хорошо. И еще, что я заметила, то есть у вас появились какие-то вещи, действительно, они мелочи, да, там вопрос в стихах, там эти волны. Но что-то возникло впервые. 20 лет никто до этого почему-то не додумался. И еще появились люди, которые, они есть в каждом выпуске, которые остаются в школе и поддерживают ее. Но вот как-то у вас много людей, которые спрашивали, как можно помочь в школе. И вот, собственно, здесь я хотела перейти немножко к интернету и просто сказать, как это бывает, да. Мне кажется, что вот та идея, которую делают Лена с Юрой Петровичем, и которая возникала в том числе присутствием Мираба Мирдашвили и отца Александра Мения, она, поэтому она не может быть простой. Эта идея многие увлекаются. Я знаю, что они делают это для себя. Они здесь сидят и также самопросвещаются вот друг друга, да. И этой идеей могут многие увлекаться, многие могут как-то в нее вкладываться. Но вот мне кажется, как сказать, это очень хорошо. Но лучше всего получается, когда человек это делает для себя, тоже что-то для себя. Например, у нас были моменты, когда вот издательская программа Юрия Петровича на самом деле отбирает эти книги. Вы не представляете, как он трепетно к этому всему относится. И действительно выходит уникальная библиотека сейчас из школы. И выпускники, при том, что школа на этом не зарабатывает, вы сами это видите, это стоит в 30 раз дешевле, чем вот один семинар, целая книга. Вопускники периодически складываются, школа пишет, кто это дает, и они делают это для себя, в том числе и для школ. Но они хотят просто прочесть какую-то новую книгу. Дальше семинары. Все региональные семинары существуют там, где существует запрос выпускников. Они говорят, что они хотят получить, не знаю, какие-то сессии экспертов. И школа появляется там, все они делают сами. Школа только дает экспертов. И вот, приходя к интернету, у меня несколько лет назад возникло желание познакомиться с выпускниками других выпусков, потому что сюда не все приезжают. И я решила в Фейсбуке создать площадку, куда бы я вот потихонечку бы всех приглашала и, собственно, бросила клич, что приглашайте все друзей. Ну вот сейчас у нас была самая активная, кстати, русскоязычная группа. До момента вот мы были на Болотной площади, придем еще. Но сейчас, кстати, может быть, опять не знаю, потому что там нет никакого, хотя я там администратор, но вы можете туда все сейчас постучаться и увидеть, что активность, она заключается в, меряется тем еще, кто пишет. И также пишут все остальные. У нас там очень бурные обсуждения идут, не только вот как на сессиях, но мы там обмениваемся контактами, кто-то запускает свои проекты, кто-то просто едет отдыхать в другой город и находит там людей. Самые разные вещи. Она очень активна. И сейчас вот в этой группе как бы 800 человек. Я очень горжусь, что она живет. Каждый день я могу заболеть и уехать, она все равно будет. И я вас призываю первое. Это вот на сайте есть кнопка с правой стороны Facebook. Вы можете туда кликнуть. Группа закрыта. У нас есть условия, что, ну как правило хорошего тона, что мы не выносим обсуждения во внешний мир, потому что там самые разные люди, занимающиеся самые разные посты. Там довольно откровенные бывают разговоры. Вы можете туда постучаться. И всех, кто здесь есть, я туда добавлю, потому что я все-таки надеюсь, что вы все станете выпускниками. Вторая вещь, которая потом мне пришла в голову, это мне хотелось как-то длить вот дальше то, что здесь длится на сессиях. И вот так возникла интернет-программа. Раз в месяц я приглашаю эксперта из школы. И мы, есть i-класс, да, там сейчас 380 человек. Вот сейчас кто здесь из i-класса? Вот, то есть, вот работает и туда-обратно. Надо сказать, выпускники приходят, чтобы длить это общение, да, и наоборот, люди, которые узнают через интернет, они попадают сюда. Ну и кроме того, моя цель была открыть все-таки эту площадку для людей, которые, ну, могли бы здесь не оказаться, да. То есть, у нас там есть домохозяйки, не знаю, очень, там, есть пожилые очень люди, которые бы, может быть, не прошли конкурс, потому что он существует, как и в любом, как бы, каком-то таком институте, да. Вот, и там дискуссии, например, мне хотелось, чтобы вот мы обсуждали Юрию Петровичу книгу, да, то есть я ее за месяц даю. И это, конечно, с теми же самыми людьми, но получается еще интереснее, чем если вот мы ее не читали. И следите за этими программами тоже, вот, собственно. Но, вообще-то, моя главная цель была не в том, чтобы вы в эти программы пришли, это ваше личное дело, а в том, что если вы хотите что-то делать, делайте для себя. Вот подумайте просто, что вы хотите, и, возможно, это будет интересно и школе, и наверняка будет интересно, если вы что-то хотите делать хорошее. Вот и все. Спасибо. Вы знаете, у нас такая вот, как сказать, я говорю то, что говорю и в кулуарах, и постоянно. Конечно, мы там с Юрой такие уже пожилые, сильные люди, нет, среднего возраста. Молодые, молодые. Ну, молодые, да. Молодые и пожилые. Да, молодые и пожилые. И стояла проблема всегда внутренняя, что будем делать, все-таки что-то бывает конечным. Потом про всякие фонды. Нам не удается собирать русских денег, никакие с нами бизнесы, большие, небольшие. Не получается. Не знаю, почему. То есть, ты не знаешь, знаешь, почему? Знаю, почему, но вот не получается. И вот у меня такая всегда, знаете, опасность, что фонды, например, потому что действительно очень много иностранных у нас денег, а там тоже кризис, и Россия уже сама богатая страна. И правда, и действительно, почему надо какой-то школе, какой-то там Финляндии или Норвегии на образовательные наши программы давать деньги или какому-то там частному фонду. Вообще это вне логики. Здесь я согласна с нашими государственными людьми, но с другой стороны, практика жизни показывает, нам не удается убедить ни одного бизнесмена, который бы нам мог помочь. И даже самый выдающийся отвечает, нам ваш проект очень нравится, но у нас другие интересы. И так далее. И самое главное, как все здесь говорили, и даже Федя Лукьянов, который занимается вообще международной политикой, и все, главные люди, люди главные. И это правда. Так вот, сейчас я знаю, что здесь есть некоторые наши коллеги, которые школу создавали вместе с нами, с Юрой, в течение 20 лет, и работали некоторые из них в школе. Но сейчас я должна сказать, что я отдельно буду их потом представлять, тот коллектив людей, которые работают в школе. Я должна сказать, что это что-то уникальное, потому что лично я очень скучаю всегда, когда несколько дней с ними не встречаюсь, находясь где-то, или кто-то уезжает. У нас, конечно, у нас такая авторитарная демократия, вы можете представить, но тем не менее она демократия, потому что очень приветствуется критическое мнение. И вот как сейчас выступила Света, и что она почувствовала через школу, и я думаю, так очень многие, мы еще их услышим, для меня это такой радостный человеческий подарок. Ее слух, ее настрой, как и многих других. Все как-то так самозабвенно и точно делают свое дело. И я хочу поблагодарить наших девочек, вот они все выпускницы школы, и Настя, и Марина, и Юля, вот они тут все сидят, кто-то захочет, может быть, сказать свои слова. Которые собрали такую замечательную группу. Им особое искреннее спасибо. А сейчас я хотела бы предоставить слово, если... Александр Юрьевич, вы в конце, а вот сейчас Саша Шмелев, который познакомился со Светой в школе. Все здравствуйте, добрый вечер. Раньше, до того, как я познакомился со Светой, я любил много говорить сам, но в последнее время делаю это все реже и реже. Ну и, в общем, честно сказать, мне мало чего есть добавить к тому, что уже сказал Света, как оно обычно бывает. Единственное, что я хотел бы сказать, что она не упомянула, что на самом деле все происходившее здесь фиксировалось на разного рода электронные носители. И, в принципе, уже сейчас на сайте школы практически все сессии выложены в виде видеозаписей, кроме сегодняшнего дня. Поэтому к недельнику будет выложено все. Плюс презентации экспертов, фотографии, аудиозаписи всех сессий для скачивания на диске, скажем, прослушивания в машине и так далее. Пользуйтесь, слушайте, общайтесь друг с другом посредством сети онлайн. И, надеюсь, встретимся в июле. Спасибо. Поскольку мы, так знаете, сейчас связаны прочно с технологией, я хочу вас еще лишний раз познакомить с Сашей Тимакином, который наш тоже выпускник из Санкт-Петербурга, который... Он не очень любит говорить, но, может, абсолютно точно, я хотела бы, чтобы он... Это от него зависит. А хочет ли он взять слово или нет, даже очень его прошу. Но это вот его такая была настоятельная идея, чтобы мы все постоянно транслировали. И он... Не только это была его идея, он ее притворил в жизнь. И вот это для нас огромное... Не то, что дело даже не только в подарке, а это какая-то новая форма нашей жизнедеятельности. Саша, тебе одно слово. Два, три. Спасибо, Елена Михайловна, за теплые слова. Спасибо, Елена Михайловна, Юрий Петрович, за школу. Я попал сюда, когда мне еще не было 20 лет. И теперь все семинары прохожу вместе со слушателями. И все мое мировоззрение, то, как я смотрю на жизнь, все сформировалось здесь. Как ни странно. Хотя работа много и другой, но как человек я формируюсь здесь до сих пор. Спасибо, не нужно. Камеру поворачивайте. Я не внутри школы, а вместе со школой. Тем более, что я в Петербурге. И вижу со стороны, а со стороны всегда виднее, вижу все эти пять лет, как тяжело трудится коллектив школы, как тяжело трудятся Елена Михайловна и Юрий Петрович, как близко к сердцу они переживают школу, и это их жизнь. И это жизнь не только для них, основателей и Александра Юрьевича, но и для всего коллектива школы. Это очень видно. Очень видно, что много такой мелкой незаметной работы, которую я не знаю, организовать приезд всех экспертов, организовать все так, чтобы в течение семи дней не было пауз, перерывов, организовать так, чтобы они все доехали, чтобы они не опоздали на свои самолеты, когда они прилетают только на одну сессию, организовать вообще взаимодействие с такими всемирно известными и, конечно, очень занятыми людьми, это просто, на мой вкус, невообразимая работа. Я здесь делаю какую-то техническую, очень простую, мне кажется, вещь, а вот коллектив школы, это, конечно, действительно, как сказала Елена Михайловна, что-то уникальное, вместе с тем, насколько уникальна сама школа. Про трансляции нас смотрело за это время полторы тысячи уникальных пользователей, так говорит Яндекс.Метрика и Гугл.Аналитика, что она имеет в виду под уникальными, сложно сказать, потому что у пользователей иногда меняются IP-адреса, но я точно знаю, что они не меняются в течение дня, а в течение дня смотрят по 350 человек, и это точно совсем разные люди, начиная от моей мамы и заканчивая выпускниками школы других лет, слушателями Ай-класса. И для них это тоже очень важно, присутствовать вместе с вами здесь. Конечно, они хотели бы задавать вопросы, но весь приоритет вам. и в этом тоже маленькое счастье присутствует здесь. Мало того, что можно общаться со всеми в такой теплой атмосфере, она правда теплая, как физически, я вот сейчас ощущаю, что очень тепло и хорошо, так и духовно, морально. Вот, всем спасибо за эти счастливые семь дней. Саша, я смотрю туда, я не знаю, кто из переводчиков сейчас здесь, но я хочу... Кто? Марк. Марк. Где ты тут сидишь? Вот. Между прочим, Марк так спокойно там сидит, а он ведь переводит на русский язык Набокова, Бекета, Одена. Вот сейчас перевел Сосан Зонток, то есть самые сложные переводы с английского языка. Перевел наши книги, обещает одну нашу книгу уже давно перевести, еще не перевел. Называется Крис Паттон. Я хочу через него сказать всем огромное им спасибо, потому что это не просто переводчики, а это... Дело ведь не в знании языка. Нет, прежде всего, конечно, в знании языка, но там человек, не имеющий вот этого бэкграунда культуры, наши семинары переводить не может. Это не специальные семинары. Поэтому через Марка это очень такая точная и важная фигура. Я хочу поблагодарить их всех и Марка особенно тоже. Я хочу Пашу и Васю поблагодарить, которые с нами уже 21 год. Да, Паша? Да, да, да. Вот. И они теперь стали мировыми известностями. Вот после Голицына их приглашают теперь все страны мира на своей конференции, чтобы они вот делали свой синхронный обслуживание. Ну, я понимаю, что в Москве. Все страны мира. Паш, я правильно говорю, что все страны мира, но в Москве? Да, ну, вот, видишь, я все правильно сказала. вот там спрятался Олег Начинкин. Если вы видите, какой я там вешу красоты небесной, так это вот он сделал, как и вас сделает необыкновенной красоты небесной. Он, правда, поразительный, тонкий, очень художник портрета. И вот там весь наш коллектив висит сзади, то вы посмотрите, как это сделано, какие там у нас люди. Я хотела бы поблагодарить Леву Баллинара. Я не вижу тоже, где стоит Света и ее сестра Люба. И Свете сказать совсем уникальное вместе с Любой огромное спасибо, потому что можете представить, что вот вся тяжесть организационная этого семинара лежит на ее хрупких плечах. Она все время улыбается, говорится всеми на трех языках и все получается. Поэтому я хочу, чтобы мы им всем аплодировали и Свете особен. аплодировали и все это это право. Вот один человек, один, один, все со своими претензиями. Тут, понимаешь ли, нет салфетки, тут нет бумаги, тут не приехала машина, тут забыл кто-то чего-то, кис забыл айпад надо найти и вообще и вообще то Демодедова, то Шереметьева. Так что это очень трудная работа. Надо иметь, она правда йогой занимается, чтобы все это выдержать. Вот, значит, я хотела бы, я не знаю, девочки, Настя, Марина или Юля, имеют ли они слово сказать? Давай. Я хочу вас познакомить еще не раз с Марины, которая известная в Ярославле телеведущая, но выпускница нашей школы, и мы ее перетянули сюда. Она теперь здесь телеведущая. Спасибо. На самом деле я безумно рада всех вас видеть, потому что мы всегда до последнего страшны, то есть мы каждый раз не знаешь сколько человек приедет, то есть мне накануне каждого семинара снится один и тот же кошмар о том, что я с утра захожу зал Голицына и он пустой, потому что действительно это всегда человеческий фактор, то есть вы знаете, что мы с вами общались на протяжении двух с половиной даже трех месяцев, то есть это постоянно я вас знаю практически все, то есть это особенно особенно приятно, когда ты видишь человек идентифицировать. Большое вам спасибо за то, что мои ожидания подтвердились и мы не ошиблись и вы все ровно такие, каких мы вас ждали. Вот, а большинство из вас на будущей неделе получат приглашение на июльский семинар. Не все, конечно, но большинство, подавляющее большинство. Да, очень строго, потому что мы с вами договаривались. Те, кто обещание свое сдержал, мы сдержим свое обещание и вы станете нашими выпускниками. Тем не менее, я вам это пришлю уже на будущей неделе, поэтому долго ждать не придется, но некоторую интригу все-таки мы сохраним. Что мы хотим от вас? Пожалуйста, нам очень важно ваше впечатление от того, что мы делаем, потому что вы единственные, для кого мы это делаем и ваше мнение является смыслообразующим в нашей, всей нашей работе. Поэтому, пожалуйста, напишите отзывы о семинаре. Свободная форма совершенно. Если кто-то чувствует в себе потенцию, пожалуйста, это сделайте для сайта. То есть мы можем это опубликовать на сайте. Или просто какие-то свои замечания, впечатления для нашего внутреннего пользования. Также отдельная просьба для журналистов. Если вы будете публиковать интервью с экспертами, я знаю, что многие из вас писали с нашими экспертами какие-то разговоры, пожалуйста, присылайте нам ссылки. Нам очень важно то, с чем вы уезжаете в регионы. Потому что у вас сейчас будет, я всем вам немножечко завидую, потому что я вспоминаю свое впечатление от семинаров МШПИ. То есть вот эти невыносимые нечеловеческие условия, которые мы для вас создаем здесь, вот с этим графиком, на самом деле это самое приятное. Потому что вы не поверите, примерно две недели у вас останется такое совершенно ошеломительное послевкусие. Если сейчас вам кажется, что вы опустушены и уже ничего не понимаете, все не так. На самом деле вы увидите, вы будете вспоминать цитаты, вы будете вспоминать экспертов. Это все, это вот самый-самый приятный момент, когда все это укладывается. И наша к вам большая просьба, пожалуйста, не расплескайте, довезите это все до своих регионов и используйте это на благо развития своих областей. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу сказать, что вот муж Марины сидит там, Степан Скориков, который вот тоже проникся в школу. И сегодня годовщина свадьбы. Отметим. Браво. Браво, Маринка. АПЛОДИСМЕНТЫ Настя и Юля. Кто-то хочет слова? Настя и Юля. Спасибо огромное, что нам не пришлось... Ты не можешь микрофон? Это... Я думаю, что Марина уже все сказала, а я просто тогда свое личное отношение ко всему происходящему. Мы выпускницы, как было сказано, и мы каждый раз переживаем это заново. Потому что мы каждый раз присутствуем здесь как ученики, и в то же время мы выполняем еще дополнительные функции. каждый раз отрывают вас от тарелок, куда-то подгоняя. Мы не получаем удовольствия, но мы действительно были очень довольны, и сейчас остаемся, пребываем в этом состоянии, тем, что состоялся вот этот очередной интеллектуальный праздник, что очень многие люди уже что-то приняли, что-то поняли, что-то осмыслили. Мы наблюдаем, как меняются люди после семинара СМИ и общества или Зеленогорска, что здесь происходит. Кто-то молчал, кто-то стал задавать хорошие вопросы. И для нас это всегда такой личный праздник, потому что мы чувствуем, что что-то с людьми происходит, и в какой-то степени мы в этом задействованы. Мы будем очень рады, если все это пойдет вам на пользу, и если в июле вы приедете сюда с не менее горящими глазами, открытыми умами, сердцами, и мы вас ждем. Спасибо. Александр Юрьевич, между прочим, когда был депутатом, то взял и решил прийти в школу и является выпускником первого нашего класса. Да, Александр? Да. Александр Юрьевич меня назвал первенцем своим. Александр Юрьевич, ты сейчас слово скажешь. Ну что значит нет? Коллеги, вам повезло, потому что сейчас момент такой, знаете, вот блажен, кто посетил сей мир, вот как раз вам в этом аспекте очень удачно выпало, потому как мы на перепуте находимся, и трудно сказать, что будет дальше, хотя кое-что ясно. Вот встреча наша здесь недельная, она в очередной раз просто убедила в том, что то дело, которым занимается школа, оно очень нужно. Оно очень нужно, оно очень полезно, потому что у людей, которые живут в нашей стране, должна быть возможность вот так вот собираться, как говорится в Конституции, свободно и без оружия, и обсуждать любые вопросы, которые они считают возможным обсуждать как граждане. Мы это делаем, есть огромная потребность в этом, мы видим, раз приезжают люди из 65 субъектов федерации, значит, есть такая потребность. А что это означает? Лена, я вам скажу, что это означает. Это означает, что школа будет и дальше. Я не знаю, в какой форме, но совершенно точно. А чего? Да ну просто так вот жизнь устроена, невозможно все это в асфальт. Вот так вот. Поэтому мы вам очень признательны, я вам очень признателен, что неделю здесь вы с нами провели, мы занимались одним из самых блаженных дел, то есть мы мы говорили о важном. У нас в нашей повседневной жизни мало бывает таких возможностей, согласитесь. Вот сейчас все разъедутся по домам, а поговорить о важном. Слава Богу, слава Богу, есть июль, и мы скоро продолжим это дело. Коллеги, я вас поздравляю, спасибо вам огромное за сотрудничество. Иван Юрьевич, полтора слова, ну что ты воображаешь? Ну просто скажи здравствуйте. Здравствуйте. Дайте ему микрофон, он туда. Добрый вечер, Лена, сюда. Мне кажется, что... Давай, зайди, Андрюш. Саша, как он не видит. Что уже всем надоело это слушать. Тебя? Да. А я хочу сказать, вот Андрей, вот то, что сказал в самом конце, меня такое-то очень тронуло. я на самом деле действительно думаю, что если мы с вами в июле встретимся, это будет здорово. Все. Спасибо. Знаете что, давайте сделаем так, мы ведь все... Что тут... Нет, нет, вот это вот, ты вот говоришь вот в этом. А ты выключи. Да, я вот... Давайте сделаем так, что... Чтобы ничего так не затягивать, не перебарщивать, давайте... Вот я знаю, что Валерий хочет сказать что-то, Александр... Да, и вот Казахстан давай, и армия, да, и знаете, ну давайте так, потому что мне было долго... И по одному человеку от каждого субъекта федерации. А вы знаете, что главная тема, на которой думает Андрей Александрович, это спящий федерализм, поэтому... Спящий институт, поэтому сейчас, если мы будем в его честь просыпать его, то мы будем здесь до конца утра. Так, Валерий, пожалуйста. Валерий Федотов, Санкт-Петербург. Спасибо за возможность сказать свои слова. Я бы хотел начать, впрочем, с чужих слов, вот буквально несколько секунд. Вспомнил испанского философа первой половины XX века Хосе Артега Гассета, который сказал, на мой взгляд, очень важную вещь, что ничтожна та жизнь, в которой не клокочет «Великая страсть к расширению своих границ». И эта история в том числе про меня, вот эта страсть к расширению своих границ, и мой такой маленький жизненный девиз эволюционирует, она привела меня сюда, в школу. И вот по итогам сессии я хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто готовил нашу встречу и тем, кто подарил этот большой интеллектуальный праздник. И мне кажется, что я встретил лучший день России, я о себе говорю, повышая свое гражданское образование. И я хотел бы сделать ответный подарок, мне кажется, что такую работу просто нельзя не отметить, каким-то образом у меня есть такая возможность, к счастью, я хотел бы подарить школе новую книгу, не свою, а книгу, интересную и полезную книгу, которой сегодня нет в библиотеке школы. Я делаю это предложение, Юрий Петрович, и я надеюсь, что в ближайшее время как-то воспользуетесь им, и буду рад, если, ну, наверное, не следующая сессия, но, может быть, позже, смогу прочитать эту книгу на русском языке. Еще раз спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сказать, ты не относишься к залу, я, мне, правда, натравила Светка с Сашей, это семья, образовавшаяся в школе, я теперь читаю этого автора, ты читаешь? Ну, смотря какого, Лена. Вот его. А, его я тоже. А, его? Да. Он мне книжку даже не подарил, поэтому пока не читаю. А, он мне подарил. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, и вам тоже рекомендую читать, и, Валерий, огромное спасибо за эти слова по отношению, и мысли по отношению к школе. Это дорого, спасибо огромное. Так, Александр. Спасибо, Саша Стрелков, Ивановская область. Ну, вот, что хотел сказать, когда в первый день, если помните, наша супергостеприимная хозяйка Лена, именно Лена, потому что с девушками как-то без отчества стараюсь, вот, она сказала, а? Да. Вот, она сказала, выскажитесь, вот, о впечатлениях. Я, вот, ну, понимаете, непривычно, да, смолчал. Именно потому, что я думал, ну, а как потом я смогу подобрать более сильные эпидеты, потому что подозревал, что будет еще лучше, хотя вроде лучше некуда было, и действительно стал лучше, и потому что эксперты, как бы, были все более яркие, яркие, и потом я понял, что вот эта атмосфера, она просто сумасшедшая атмосфера, именно созданная этим коллективом, ну, сумасшедшим, вот, я не знаю, спасибо огромное, то есть, за то удовольствие, за то счастье, всем спасибо, особое спасибо, конечно, Лене и коллективу, ну, и всем вам, ребят, что терпите, что вот я говорю, что там, ну, 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 вот. Ну, все, пошли? Нет, Александр еще с нами первый раз в жизни играл в «Мафию», кстати, тоже, да. Медведево Юля, город Саратов. Я хотела сказать, что на форуме, на подобном я впервые, и узнала я о нем следующим образом. Моя коллега из Саратова, Катя Федорова, нещадно писала в Твиттере цитаты всех экспертов. Я подумала, что это за уникальная площадка, где столько умных людей собирается, и таким образом узнала о школе. И я хочу сказать, что школа полностью оправдала мои ожидания, даже сверху. Отсюда я вынесла несколько вещей. Во-первых, я открыла в себе некоторые ресурсы своего организма, потому что я не могла оставить работу, и днем я училась, по ночам я работала, буквально там до 4 утра писала статьи. Также я вынесла это огромные синяки на моей руке, но это синяки радости, потому что синяки от наших игр в волейбол, каждый ночных. Поэтому я хочу также сказать спасибо команде, с которой мы играли. И также есть одна вещь, которая навсегда оставит в моей памяти школу, потому что она произошла, эта вещь прямо во время вчерашнего семинара. Вчера у моего брата родился сын, и так как моего брата зовут Александр, а фамилия у нас Медведева, и они сына решили назвать Дмитрий. Так что у нас в Саратове теперь есть свой Д.А. Медведев. Спасибо. Глининова Ирина, Волгоград. Я хочу поблагодарить коллектив этой удивительной школы, потому что я бы, наверное, ее не школу назвала, а кузница. Кузница счастливых сердец. Вчера мы говорили о счастье, но вот мне кажется, по-моему, счастье – это быть нужным и быть востребованным. И мне кажется, вот все мы здесь собрались, и каждый завтра уедет в свой регион, и каждый будет нужен, и каждый будет востребован на своем месте. Спасибо вам, что вы есть. Меня зовут Серег Даулетов, я из Астаны, Казахстана. В первую очередь я хотел бы поблагодарить вас, Елена Михайловна, и всю команду школы МШПИ за возможность участвовать на этом семинаре. Я впервые в Москве, впервые на семинаре, да, впервые. Впервые на подобном мероприятии. Вот. И спасибо всем, спасибо за вашу работу, то, что вы делаете. Вот и все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемая Елена Михайловна, хочу поблагодарить вас за такую прекрасную школу, что вы позволяете участие из других республик. Извините, я немножко волнуюсь. Рады, что имею возможность находиться здесь. Во время семинаров мы услышали актуальные темы, которые существенно повлияют на мою судьбу, на дальнейшую деятельность, настолько, что можно поделить жизнь на две части, до школы и после школы. Приношу свои извинения Марине, Лене и Юле за то, что, ну, за лишние вещи, которые пришлось вам с нами возиться. И просто хочу и от себя, и от моей страны, Армении, я забыла представить, Республика Армения, хочу передать вам сувенир со символами моей страны. Вот такие символы на память. Благодарю. Теперь у школы есть свой угол. Видите? Хотел выразить искреннее восхищение за возможность пообщаться с таким количеством феерически умных людей, потому что есть хорошая поговорка, не всякий доволен своим состоянием, но всякий доволен своим умом, но здесь просто происходит полная смена прошивки, вот дефрагментация жесткого диска, и меняется система с Android на АЭС, в общем. Просто великолепно. Спасибо за эту возможность. Я еще хочу поблагодарить вас за развитие внутреннего туризма, потому что я как минимум наметил поездку в Оренбург и в Саратов, что просто не мог даже представить себе. Просто вам огромное человеческое спасибо. Давайте сделаем так. Я полтора слова, а все остальное у нас там прием, который готовил Саша. Да, и... Видишь, Андрей Александрович говорит на пруду. Как вы считаете? Коллеги, мы предлагаем просто все вот эти замечательные слова, а уж стихи в особенности, все на пруду. Нет, стихи точно на пруду. Микрофон. Надя, надя там стихи. Микрофон. Да, да. Так, давай. Надя на пруду. Сейчас Петербург скажет последнее слово, или... Нет, оттуда еще хотел сказать. Ульяна, да. Хочу, естественно, поблагодарить, как и все, вот от имени выпускников и своего выпуска и других. Спасибо огромное коллективу школы, основателям, за то, что можно приехать в это место, увидеть это действие, где можно наблюдать продвижение важных идей, в частности для меня, демократии, гражданского общества, местного самоуправления. Спасибо огромное. Вот я, допустим, до 2011 года, когда впервые попал в эту школу, все время был зациклен там работа, там, общественная, там, и прочий бизнес, и прочие дела. И, в общем, даже в отпуск не выезжал там много лет. Теперь приезжаю в школу и уже на протяжении трех лет почти на всех семинарах Голицына и Зеленогорска посетил. В общем, это такая, как наркотик, и как подпитка такая. Спасибо большое. И единственное, что вот кого я рекомендовал, почему-то мало кто проходит. Тут есть некоторая претензия к организаторам и к тем, кто отбор осуществляет. К девочкам. Да. Мы не участвуем. Вот они. Понятно. Они. Честно. У нас такое прям разделение. Да. Спасибо. Да, вот к ним, к ним. Так. Оля. Одно слово. Одно слово. Давайте по одному слову. И там ваше. Хорошо. У тебя в том, что Валерий началась совершенно потрясающая фраза про границы. Я очень долго думала, что в этой школе настолько меня впечатляет, что приносит настолько интеллектуальное удовольствие. Я хочу вам сказать, это потрясающая история. Вы делаете из людей Александров-Покедонских. Потому что он говорил, отец Филипп, царь Македонии, родив меня, спустил меня с небес на землю. А Аристотель, воспитывая и обучая меня, поднял меня с земли на небеса. Вот это ощущение, оно меня не покидает уже целую неделю. Спасибо, Валерий. Спасибо, Ольга. Спасибо. Я просто хотел действительно выразить слова благодарности всем Елене Михайловне, Юрию Петровичу, всем девочкам, Марине, Анастасии. То, что действительно мы все здесь можем получить такую возможность для себя. каждый на этом семинаре очень много, я думаю, вынес полезного, интересного в своей жизни. Да, это однозначно не будет ни для кого бесследным. Действительно, большое спасибо, что вы делаете такую работу. Прежде всего, хотел бы еще поблагодарить своего папу, потому что это он мне эту возможность дал замечательную. То есть, он является выпускником школы. И я еще раз всем говорю большое спасибо. Я очень благодарен вам за то, что вы делаете. Видела девушку из Галерки. Спасибо вам огромное из Санкт-Петербурга. Дело в том, что так получилось, что высшее образование я получала заочно и вечером. Поэтому, к сожалению, во время института я совершенно не застала, что такое академия, что такое сообщество людей, которые думают, которые учатся, людей разных возрастов, которые могут друг друга чему-то научить. И вот здесь я себя почувствовала настоящей студенткой. Что на зимнем семинаре, что на этом. Настоящей студенткой, которая пришла вот в этот колледж, в эту академию, смотрит вокруг, видит действительно умных людей. А обычно я встречаюсь с людьми, которые не обсуждают политику, они обсуждают другие вещи. А здесь все наши беседы за чашкой чая и за бутылкой пива, они касались того, как воспитывать гражданское общество, как улучшать жизнь, как делать все гораздо лучше и интереснее. Это, согласитесь, не те вещи, которые люди обычно обсуждают за кружкой пива. Это не были вопросы, кто виноват. Это были вопросы, что мы сами можем сделать, и чем мы сами являемся. Спасибо вам огромное за это, потому что это уникально. Спасибо. Просто Атолий Александрович нас не поймет. Да, Саша? Да. Да, сказал. Я тоже хочу присоединиться действительно к благодарности к этому классу. к тому, что вы здесь были, что вы нам помогли превратить это время в события, потому что вот экспертный состав, который я очень хорошо знаю, Юра, это нам близкие люди, они необыкновенно довольны этой группой, и это для нас приятно, радостно и важно. Я бы хотела все-таки сказать некоторые акценты. Мне кажется, это не значит, что я права, Андрей Александрович меня поправит. Да? Значит, мы ничему не хотели научить. Мы не хотели обучить. мы хотели создать такую интеллектуальную ситуацию, когда что-то зацепляет лично, и больше ничего. Мы хотели подчеркнуть некоторые акценты, поставить, что вы их почувствовали, чтобы легче было самим смотреть. Я не говорю, что это верно. Я не говорю, что это единственная точка зрения. Но, по крайней мере, она более здравая и честная, потому что мы уже взрослые, и надо смотреть, как говорил Кубрик, не широко закрытыми глазами, а широко открытыми глазами. Да, у него закрытыми, а мне кажется, что мы должны открытыми глазами. Открыть глаза может только само мышление. Нам Юра из-за своей температуры не рассказал, что такое мысль. Это такое фантастическое состояние, когда ты вдруг чувствуешь, что ты живой, что ты не в автоматизме, ты не в стереотипах, ты жив. И если с вами, как и со мной, потому что я на этих семинарах, как вот мы, 20 лет, вы не представляете, когда мы обсуждаем, какими мы были. Стыдно сказать. Но нас тоже и сейчас, и во время этого семинара посещали вот эти вот открытия движения мыслей или состояния. Они уходят. Надо очень тренироваться, чтобы что-то держать. нельзя заставить себя подумать. Невозможно. Как Юра говорит, нельзя заставить себя полюбить. Что-то должно случиться. и надо просто больше думать, размышлять. И последнее, что я хочу сказать, на мой взгляд, сегодня непростое время. Оно не помогает, на мой взгляд, развитию. устоять в нем можно, только совершив собственные усилия. Помочь нам никто не может. Все должны сделать сами. Единственная вещь, когда вот в нескольких сессиях, когда были иностранные люди, эти эксперты, как-то вот среди зала звучало все-таки, что вот там еще кто-то виноват. Все-таки мы дети такого патерналистского сознания. Дело не в вине и дело не в чем-то. Вот мы сами. И мне кажется, смысл этого семинара вернуть нас к себе самим. Что мы можем? Что мы можем себе позволить? И позволить мы можем только то, насколько мы свободны. И свободны мы ровно настолько, сколько можем каждый из нас держать свою свободу. Не больше, не меньше. И вот с этим чувством и благодарностью я бы хотела закрыть наш семинар в Голице. Субтитры 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 Продолжение следует...